Девушки отдыхают Наконец-то можно спокойно посчитать газету А чем они тебе помешали? Еще спрашиваешь, чем? Болтовней? Рта не закрывали Налить еще кофе? Можно Пол чашечки Пол чашечки? Погода чудо Пойдем погуляем? Нет У меня совсем нет времени Но ты же в отпуске Я должен съездить сегодня в город И повидать Густав Сонов Ну а ты взгляни лучше, что пишут Нет, нет, не здесь, ниже Вот, да Видишь? Акции низкокоски падают Тогда другое дело Но разве Густавсон сам не может? Бывают дела, которые нельзя поручать другим Да-да, конечно Только я думала, ты немного отдохнешь Разомнешься, газон подстрижешь Вечером Я сказал вечером Когда вернусь А что, кстати, дружка нашей Анны? Что, нельзя к этому делу приобщить? Не знаю, удобно ли Он же гость Я поговорю с Анной Поговори, поговори Тем более, что он сидит за нашим столом Гоняет на нашей машине Но ведь Анна и Том Да и потом Вещи для того и существуют, чтобы ими пользоваться Тебе что, Том не нравится? Уж очень он Бесцеремонен Расположился, как у себя дома А мне нравится, когда люди ведут себя естественно Молодежь сейчас вся такая Интересно, как наши старики к ним отнесутся Что тебе пришло в голову отправить их туда? Да очень просто Позвонила Тула И, как обычно, стала жаловаться на старого Фредерика Я постаралась ее переключить на другую тему И рассказала ей о Томе Ну, Тула всегда так любила нашу Анну Вот я и подумала Может быть, кто знает Что они собираются делать со своими вещами? С какими? Как с какими? Но ведь все-таки дом Земля И, мне кажется, Тула Тайком от Фредерика И денежки откладывает Детей у них нет Может, захочет что-нибудь подарить Анне Старая родственница Натура романтическая Романтическая? Скорее, это, можно сказать, от Фредерики Ты что, была у них? Нет Ты же знаешь, что у меня на это нет времени Но почему? У нас большой дом, и его надо содержать в порядке Ты приходишь вечером, поешь И сразу усаживаешься с газет Да, да И ничего не делаю Ничем не помогаю Все на тебе И только на тебе Давай не будем заводить этот разговор Хочешь еще горяченький гренок? Нет Не хочу Ну, вот ты и обиделся Помнишь, как жили на улице Розавилла? Только поженились Ничего не было А жизнь казалась полнее Конечно Только мне приходилось крутиться, как дьявол Вздохнул полегче, когда работенку получил В газетной компании Не знаю, как для тебя Для меня это были тяжелые времена И нечего о них тосковать Обстоятельства меняются Вещи приобретают другую ценность Это закон природы И хорошо, что Дело обстоит именно так Да, да, я понимаю Я понимаю Но иногда мне хочется, чтобы ты занимался Обыкновенной работой Без этой гонки за... Ну да Без всего того, что я смог тебе уже дать Но ты никогда меня не спрашивал Хочу ли я это иметь Вот, например Золотой браслет я получила от тебя В подарок, когда ты заключил удачную сделку С голландской фирмой Но меня Больше бы устроила другое Если бы ты в те вечера, которые работал сверхурочно Провел со мной Дома Понимаешь, о чем я говорю? Ну ладно Ты просто раздражена Говоришь и... Нет, я говорю обдуманно Мы ведь не часто с тобой бываем теперь окровенны Тебе не кажется, что мы стали с трудом понимать друг друга? Нет, почему не кажется? Ты моя дорогая, умелая и хорошая жена Как раз такая, какая мне нужна Боже мой, гост, не говори так Это звучит ужасно Я вижу Наши молодые С их идеями и болтовнёй Действуют на тебя отрицательно Но ты же... Марьяна, ты же взрослый человек У тебя должно быть больше здравого смысла И жизненного опыта, чем у них Жизненный опыт как раз у меня есть А знаешь, что есть у них? Свежий взгляд на мир Ох уж Эти мне мальчишки и девчонки Со свежим взглядом на мир Гоняют в машинах своих богатых папаш И проповедуют бедность Ну, госта Хватит об этом Хватит Поговорим о деле Ты всех обзвонила, кого мы приглашаем сегодня? Только собиралась Не забудь, что дочка Торстенов вышла замуж Надо пригласить её с мужем Он инженер Говорит, очень энергичный человек Практичный Практичный парень Не то, что некоторые А что ты хочешь этим сказать? Ничего А, впрочем, скажу Практичный парень В первую очередь Заботится о своей семье А не рвётся улучшать мир Вот что я имею в виду Госта, ну подумай Она хочет жить по-современному Она будет работать и ни от кого не будет зависеть Для неё важно, как я понимаю, любить Тома И чтобы он её любил Боже, это ты, а не Тула, оказывается, романтическая натура Любить, любить В первую очередь должен преобладать здравый смысл, дорогая По крайней мере, до сих пор у моей дочери его хватало Ну, ну ладно Ладно, может, в конце концов Ты разрешишь мне Спокойно Я подчёркиваю Это спокойно Дочитать газету Да, да, Госта Извини Извини, пожалуйста Субтитры подогнал «Симон» Том Ты можешь свистеть, как зяблик? Могу А ну-ка Нет, не получается Ну-ка ещё Он даже улетел, обиделся Попробуй сама Нет, у меня тоже не получается Полететь бы так, чтобы дух захватил, а? Как иногда ночью во сне Ага Взвываешь в небо Это когда днём у тебя что-то очень хорошее происходит Происходит Далеко ещё идти? Через луг, а потом немного тропинкой по берегу А нам гними обязательно? Может, лучше искупаемся? Мы ненадолго И, кстати, ты сегодня уже три раза купался Чертовски жарко Подожди, остановись Что случилось? Давай немного передохнём Посидим в тени Давай А я лягу Вот так Положу голову к тебе на колени Укладывайся, укладывайся Поудобнее Знаешь, когда я была маленькой Мы с мамой всегда здесь отдыхали Как раз на половине пути Она давала мне конфетку У тебя нет конфетки? А потом уже в бломбике Угощали нас фруктовым соком Маленькими пирожными Фирменными пирожными тёте Тулы Да И ты приседала в реверансе Боялась упасть Да, ну и что? Мне это нравилось У них был большущий сад И много мелкой земляники в траве А на кухне имбирные пряники В коричневой коробке И дядя Фредерик был такой милый Он курил сигары И щипал маленьких девочек за щёчки А на его письмах стоял штамп Начальник железнодорожной станции Ой, это звучало так внушительно Давно я у них не была Как они сейчас? Какие? Ну какое всё это имеет отношение к нам? Что ты имеешь в виду? Тогда было тогда Сейчас это сейчас Да, точно Сейчас это сейчас Я думаю, глупо впутывать меня В ваши родственные отношения А я думаю, что это глупо с твоей стороны Лишить двух стариков Возможности на тебя посмотреть Тем более они этого хотят Посмотреть на меня? Ну не прикидывайся дурачком Неужели ты не можешь Немного им подыграть? Что я и делаю целую неделю Да? Да, всё краткой Встречи во флигеле Моторная лодка Лес И всё остальное А ты что, рассчитывал Сразу поселиться в моей комнате? А почему бы и нет? Ну знаешь Уж позволим привыкнуть к этому Постепенно Они ведь тоже пытаются К нам приспособиться Ну, во всяком случае, мама Это мы сейчас делаем, что хотим А у них там была тяжёлая жизнь Я имею в виду Когда они были молодыми Только одних долгов За папину учёбу Пришлось выплачивать Несколько лет А теперь Что с ними стало? С твоими? Ты не видишь? Да, да, вижу, вижу Их стимул в жизни Копить, копить Делать деньги Покупать вещи Знаешь, как папа это называет? Финансовой безопасностью А? Мне это внушали с пелёнок Ну и пусть Их собственность Останется их собственностью К тебе это не должно иметь Никакого отношения Подожди, подожди Что? Не шевелись Муравей А вот ещё один На рукаве Господи Зачем ты надела платье С длинными рукавами? А я хотела блузку с короткими Но тётя Тула и дядя Фредерик Старомодные Да? Угу Я подремлю Чем ты шелестишь? Газетой Хочу посмотреть, что пишут Найдёшь что-нибудь интересное, читай вслух Так, интересное Вот Убийство Автомобильная катастрофа Захват бандитами самолёта Люди умирают от голода Боже Это ужасно Мы сидим здесь Еды хватает Птички поют А там Это ужасно А что ты можешь сделать? Том, сиди спокойно Не шевелись А то мне неудобно Так О чём же ещё пишут А, вот Это интересно В Америке замораживают людей При очень низкой температуре Потом, когда Появятся надёжные заменители Больных органов Из пластика Или из чего-нибудь ещё Их оживят Это к лет через сто Настоящее бессмертие Нет, для меня достаточно Прожить только мне Отпущенную жизнь Что значит тебе Отпущенную жизнь? Умирать никому не хочется В мире так много происходит интересного Новые политические системы Новые источники Энергии Промышленное освоение Морского дна Сельское хозяйство На других планетах Разве это не интересно? Ради этого стоит продлить жизнь А я говорю Мне вполне хватит одной Я собираюсь её прожить Так интенсивно Что для меня будет достаточно Ну хватит Отдохнули Пошли Раньше придём Раньше уйдём Вставай Ну давай руку Мама сказала Тётя Тула Какой-то подарок Мне приготовила Да Обломбики Полно всяких вещей Я помню красивую Старую лампу Знаешь Настоящий кич И два серебряных Подсвечника И маленький такой Письменный столик Красного дерева Ага Начинает проявляться Семейное Да нет Ну как ты не можешь Меня понять Господи Ну если они захотят Подарить мне Что-нибудь на память В конце концов Они одинокие Бездетные Послушай Если ты хочешь Иметь такой же Как у них дом С серебряными Подсвечниками И прочее Это совсем не значит Что это уже хочу и я У меня не будет Лишних вещей И в любое время Я смогу собраться И переехать В другое место Том Ну не беги так У тебя ноги длиннее Чем мои Как можно меньше вещей Как можно проще Только самое необходимое Ты например Я? Итак я Часть твоей обстановки Да Ну самое необходимое Заметь Идем 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 Том Мне давно Хотелось тебя спросить Что ты думаешь О браке О семье Ну во всяком случае Это не только Общий дом Мне кажется В этом деле У девушек Бывают две крайности Или они все силы Тратят только на устройство Своего очага Или наоборот Пытается совсем увильнуть От домашних хлопот Но не я Я не буду ни от чего уклоняться У меня будет Своя собственная Маленькая квартира В которой я смогу Приходить Когда заблагорассудится А самой необходимой Вещью там Будешь ты Нет Том Серьезно Как ты представляешь себе брак Да Как бы это Выразить Ну что-то вроде Старомодного Трудового Сообщества Ты имеешь ввиду Общее место жительства Да Место свиданий Место где Встречаются Как хочешь называй Ну Не знаю По-моему Все гораздо серьезнее А как же дети 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 конечно Должны Носить имя Отца Это почему Законы Ведь можно изменить Имени матери Достаточно Я понимаю И не надо Ничего усложнять Где-то есть племя Я позабыла где Там мужчина Живет с женщиной Так долго Пока это ее устраивает А потом Однажды утром Он находит Своей шлепанце За дверью И тогда он понимает Что должен уйти А мать содержит Своих детей Так гораздо проще А мои шлепанцы Еще у тебя? Глупенький Я же говорю В принципе Ты просто хочешь Чтобы люди Расставались безболезненно Ну Во всяком случае Каждый должен Предусмотреть Такую возможность На крайний случай Я имею ввиду Ну нет Дорогая Это никуда Не годится Общество хорошо делает Когда предлагает Людям регистрировать брак Во всяком случае Это дает определенную гарантию Гарантию чему? Надо обязательно Иметь гарантию Брак Это соглашение И общество его Узаконивает Ну тогда Что ты скажешь О своих родителях? Совершенно верно Они развелись А я Я никогда бы не развелся В этом ты можешь Быть уверена Ну а если Двое разлюбят друг друга? Соглашение О браке Остается в силе Оно же основывается Не только На одних эмоциях Ааааааааааааааааааааааааа Сочетание товарищеских отношений И страсти Как кто то сказал Где это я читала? А ты не шути Это уже вполне достаточно Даже Конечно Нужно еще верить, что анна да ты мне веришь не подожди-ка я только сейчас вспомнил тогда на вечерю хенрика все гости разошлись а ты оказалась на улице с андерсом в саду как в оба потом сказали помнишь мы сидели с хенриком а вы вошли ну и что я подумал очень уж вы выглядели невинными тогда но я не придал особого значения сейчас вдруг а ничего и не было и не надо было беспокоиться анна что ну-ка остановись так посмотри мне в глаза когда я мальчишка угол матери я вот так же прямо смотрел ей в глаза как ты сейчас мне ты что хочешь поссориться ну как это можно серьезно делать какие-то выводы только из-за того что я вышла в сад ненадолго да еще со своим старым другом которого я знала вечность ты что нет 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 конечно но разве ты не понимаешь что теперь я не могу быть до конца уверенно в чем уверен в том что ты моя и только моя нет подожди ты тоже считаешь что я не должна ни с кем общаться пойти с кем-нибудь пойти с кем-нибудь но ведь человек должен быть свободен но ты ты она должна быть только моей но я понимаю вся моя понимаешь пусти ты делаешь мне больно моя моей моя ты послушай сам как это звучит она пусти меня ты слишком быстро идешь том я с тобой не поспеваю тома остановись эй том иди одна к своим родственникам ну то может уйти получишь подарок серебряные подсвечники послушай или еще что-нибудь о чем ты мечтаешь супер потому как нас встретишь ты холодная расчетливо сейчас войдем к ним в дом и ты распоряжаешься мной как своей собственностью все решаешь за меня сейчас мы войдем к ним в дом не сердись том но не сердись ну слышишь то я не сержусь не слышит наверно старенький стали тихо кто-то идет нищим мы не подаем дядя фриды это я анна 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 маленькая анна 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 офис анна 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 Боже мой, что же вы тут стоите в прихожей? Продерик, ты вообще уже ничего не соображаешь. Тетя Тула, проходите. Проходите, дети, проходите. Я вас так давно жду. Вот несу вам сок и булочки недавно испекла. Продерик. Идем, идем, Тула. Вот, дети, Тула, дети. Да, вижу, вижу. Ну, входите, входите в гостиную. Проходите. Ай, как ты выросла, Анна. Как похорошела. А это Том? А это Том. Ты знаешь, Том, когда Анна была малышкой, она у нас так часто бывала, и мы ее любили, ну, просто как свою родную дочь. Как родную. Да. И когда я услышала, что ты у них гостишь, я сказала матери Анны, что теперь должна видеть вас обоих. Итак, Анна, это твой Том? В этом я не совсем уверен. Заткнись. На кого ты похож, Фредерик? Ты посмотри на себя в зеркало. В шлепанцах, небритый. Тулочка, дорогая, я не могу найти бритву. Ну, куда-нибудь засунул. Поищи среди книг. Уж на своей-то половине. Ты можешь навести порядок? Понимаете, дядя Фредерик, к старости стал неряшлив. Понимаете, детки, бритва сломалась. Да чепуха. Ее чинили осенью, ради ты не помнишь? Ну, это было несколько лет назад, Тула. Да память тебе отказывает, дорогой мой. Дядя Фредерик, может быть, мне поискать бритву? Я знаю дорогу в вашу комнату? Нет-нет. Анна, нет. Нет, ты не ходи, Анна. Ты не можешь себе представить, какой там беспорядок. У меня не хватает времени за всем уследить. И Фредерику приходится заниматься уборкой самому. Но нам помогала тут одна женщина. Но, по-моему, она была не совсем чиста на руку. Пришлось от нее отказаться. Да и времена нынче плохие. Куда уж нам все так вот и остается. Ты же понимаешь. Ну, ты не права, Тула. Я довольно часто убираюсь. Правда, дети. Подожди, а откуда тебе знать, Тула? Ты же на мою половину не заходишь. Ну, хорошо. Хорошо, Фредерик. Давай не будем сейчас обсуждать эту тему. Анна, Том. Ну, прошу, 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 прошу к столу. Видите, вас ждет фруктовый сок, сдобные булочки. Ну, как старые добрые времена. Помнишь, Анна? Да. Я всегда вспоминала вашу гостиную. Том, посмотри, какой красивый вид на озеро. А знаешь, я всегда сидела именно на этом белом стуле. Вот на этом. Может быть, Том не любит фруктовый сок и булочки? Конечно, любит. Я не знаю, я не пробовал фруктовый сок с булочками. Наверное, в жару это лучше всего. Вот именно. Сок я сама сделала из нашей собственной малины. Из нашей собственной малины. Пожалуйста. Ну, поднимем стаканы за визит Анны и Тома. Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Берите, берите булочки. Спасибо. Дядя Фредерик, а вы булочку? Поднимать вам тарелку? Держите. Спасибо. Спасибо, я дотянусь. Не надо. Булочки удивительно свежие. Фредерик. Тула, ты молодец. Удивительно свежие. Фредерик. Ну, ты даже не помыл руки. Ну, зачем же класть в карман? Фредерик. Фредерик. Ешьте, дети, ешьте. Ну, ешьте. Вы ешьте, вы не стесняйтесь. Ах, молодость. У нее вся жизнь впереди. А скоро ли ваша свадьба? А мы еще не знаем. А где же вы собираетесь жить? Разве это так важно, где жить? А как же? А вы думаете, не так, Том? Я тогда бы советовала бы вам не торопиться сженитьбы. Да-да. Не связывай себя так быстро, Том. Помни, жизнь длинная. Совсем мой старик впал в детство. Надо же, куда его заносить. Да, это нелегко. Господи, спасибо Всевышним, что сохранил мое здоровье и здравый рассудок. Том, я всегда интересовался транспортом, сухопутным, морским, воздушным. И я в свое время работал на железной дороге. А сейчас... Можно еще одну булочку толку? Конечно, конечно, дядя Леберик. А сейчас это дело с космосом. Так вот, я не пойму, облетели вокруг Луны? Ее оборотная сторона темная? Не так ли? Откуда же могли узнать, как Луна выглядит на той стороне? Может быть, какая-нибудь книжка про это имеется? Мой дорогой Фредерик, у нас в нашем доме хватает книг. И больше покупать не будем. Я же только спросил, только спросил. Дядя Фредерик, я поищу, непременно поищу. Должна быть, конечно, книга с самыми последними сведениями о Луне. И пришлю ее вам, как маленький подарок. Ох, Том, ты даже не представляешь, как я буду счастлив. Мне так редко удается с кем-нибудь поговорить на эту тему. Тетя Тула не интересуется Луной? Еще не хватало. Во что превратился бы наш дом? И мы с тобой в лунатиков, мой дорогой Фредерик. Том, налить? Налить еще сок? Нет, 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 нет. Спасибо, я больше не хочу. А мне налейте, пожалуйста. Хорошо. Какой красивый у вас сад в этом году. Белые розы так разрослись. Красивые? Я нарежу вам букет, когда будете уходить. Спасибо. Том, а вон за тем маленьким письменным столом я обычно рисовала. Знаете, тетя Тула, это самый красивый письменный стол, который я когда-либо видела. Ешь осторожнее. Кошешь на пол. Это и есть тот письменный стол, который ты хотела? Да, моя дорогая Анна. Он мне тоже отслужил свое в детстве. Как бы не так тебе в детстве. Ты совсем забыл, мой дорогой Фредерик. Мы приобрели его вместе на аукционе. А, он стоял в доме моих родителей. В гостиной, я это хорошо помню. А я помню другое. Как мы пошли на аукцион, который состоялся в доме Хорландера. И там купили этот письменный стол. Этот письменный стол? Да, и зеркало. Ты спутал его с буфетом. Тем, что в твоей комнате. Да не все ли равно, чей он, дядя, тетя, не сойтесь. Он принадлежит вам обоим. Нет, нет, не все равно. Надо знать, что кому принадлежит. Но ты представь себе, Анна, он на все вещи в своей комнате наклеил бирки. Я же просил тебя туда не входить. Когда ты там успел побывать? Я сказала, никаких бирок не будет. Это я тебе обещаю. Анна, нам пора идти. Если ты хочешь успеть в магазин, мы же обещали твоей матери. Да. Но вы совсем недавно пришли. И не уходите. Не уходите, пожалуйста. Так приятно с кем-нибудь поговорить. Правда, Тула, так приятно. Анна, дорогая, ну тебе нравится фруктовый сок, да? Да, конечно. А ты знаешь, это из нашей прошлогодней малины. Ягоды так хорошо сохранились, что мне даже не надо было их кипятить. Нам не надо было кипятить даже их. Что я все как-то не про Том. И потом поговорим. Самое главное, дети мои, будьте счастливы. Это самое главное, только это. Том, я надеюсь, ты будешь к ней добр. Это зависит целиком и полностью от Анны, тетя Тула. Да. Знаешь, из всех замков самый лучший английский. Да что ты там мелишь, Фредерик? Совсем уже выжил из ума. Из ума? Выжил? У меня с этим делом все в порядке. И даже больше. И именно это тебя раздражает. Именно это, моя дорогая Тула. Анна, не пора ли нам? Сейчас пойдем, Том, сейчас. А, тетя Тула, я помню, раньше, всегда в день рождения дяди Фредерико, в августе, подавались лангусты. А потом, Том, знаешь, потом мы зажигали свечи в серебряных подсвечниках. Они стояли посередине стола. Ну, помню, помню. Ну, тогда были и другие времена. А свечи в этих серебряных подсвечниках вы все еще зажигаете в день рождения дяди Фредерико? Мы ничего не зажигаем. Я уже не праздную ничего в течение тридцати лет. О чем ты говоришь, моя маленькая Анна? Свечи. Да, у старых людей нет дней рождения, дорогая. Жалко. Это были очень красивые серебряные подсвечники. Анна, пойдем? Да, но... Тетя Тула, мама сказала, что... Твоя мама сказала, чтобы мы зашли в магазин? Нет. Мама сказала, что вы... Что вы хотели мне что-то дать, тетя Тула. Тебе? Ага, да, конечно. Конечно, я совсем забыла. Сейчас, минуточку. Вот, я его приготовила. Даже поставила сюда. Вот, а то я совсем забыла. Ну, именно оно вам и потребуется. Я подумала, когда у вас будет свой дом, оно будет напоминать о нашем старом доме, в котором ты, Анна, так часто бывала в детстве. Тулочка, а как же мы? Это же наше блюдо для сыра. Да нет. Это не то совсем блюдо. Это в буфете. Ты забыл просто. А это блюдо ты купил. Давно еще. Вы, дети, конечно, любите сыр. А? Да, но... Мы, естественно, любим сыр. Держи. Анна. Какое оно тяжелое. Оно прекрасное. Ну, правда, тут, знаешь, вот тут есть... Вот где-то, да, вот тут небольшая трещинка. Да, и не видно сыр. Совсем, да, совсем не видно. Вот. А правда мне пришла хорошая мысль подарить именно это блюдо для сыра? Память о нас. Обо мне. Обо мне, Тула. Это я купил. Ты сама сказала. Это блюдо для сыра. Мое. Анна, пойдем. Ну, пойдем отсюда. Большое спасибо. Значит, я возьму его. Конечно, это от вас обоих. Ой, какое оно тяжелое. Дай-ка его мне. На. Ты неси, пожалуйста, поосторожнее. Ну, Анна, ну, передавай самые лучшие пожелания твоей матери. Скажи ей, что было очень приятно тебя повидать. Я просто помолодела. Ну, надеюсь, в скором времени мы вас увидим у себя. Да, да. Ну. А я провожу их, Тула, пока ты будешь убирать со стола. Ой, да только ты не выходи за калитку в этих шляпанцах. Ну, всего доброго, мои дорогие. Ну, до свидания. Во всяком случае, вы нас не забывайте. Надеюсь, не забудете, а? Пока это блюдо будет стоять на вашем столе. Конечно, конечно. До свидания, тетя Стур. До свидания. Всего вам доброго. Все хорошо. Смотрите, не уроните блюдо, когда будете спускаться с холма. Да, не уроните блюдо. Том, ты куда положил газету? Ага, вот она на полке. Я сейчас заберу ее к себе в комнату. Дядя Фредерик, а что, если мы пришлем вам ко дню рождения хорошие комнатные туфли? Или еще что-нибудь? Нет, 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 нет. Не забивай себе голову. Мне совершенно ничего не надо. И эти сойдут, не дай бог. Что сказала бы Тула? Если вам понадобится юрист, дядя Фредерик, то... Да, да, Том, хорошо. Ну, а сейчас пойдемте, а то она может услышать. Фредерик, где ты? Слышите? И эту книгу о луне я обязательно вам пришлю, обещаю. Анна, ты нашла себе прекрасного парня. Будь по ласкови с ним. Да, да, хорошо. Ну, а теперь идите в дом. Счастливо оставаться, дядя Фредерик. Счастливо, счастливо. Будьте счастливы. Фредерик! Иду. Иду, черт, я тебя подрал. Ну, подожди ты, Том, куда ты так несешься? Нет, нет, нет. Ну, не бери так. Наконец-то. Отсюда этот дом уже не видно. Бедняга. Он? Да, он в этих шлепанцах. Ты видела, какой на нем пиджак? А ты думаешь, легко ухаживать за человеком, когда он впадает в детство? Это он впадает в детство? Ну уж нет. Да ты же слышал, тетя Тола даже не имеет права заходить к нему в комнату. А что ей там делать? Как же она будет убираться, чтобы он был опрятным следить? Ну, дайте ему быть тем, кем он хочет быть. Бедный старик. Бедный старик. Мы тоже становимся мухами. Будь я трижды проклят, если я ее стану. Ну, держи рубашку. Скажи, что ты собираешься делать. Кое-что. Сейчас уберем этот мох. Теперь землю. Ну так, ага. Ямка между камнями. Совсем хорошо. Интересно, ну... Не трать время на вопросы, ты прекрасно знаешь, что я делаю. Но ты же не спросил меня. Мне всегда казалось, что мы прекрасно понимаем друг друга. Но оно мое. Вот-вот, мое. Именно это слово. И оно должно быть зарыто в землю. Подожди, Том. Но что они скажут? Кто? Старики? Они никогда не знают о матери своей. Объяснишь. Она, по-моему, поймет. Вот так вот. Все. Дай-ка это блюдо мне. Только осторожнее. Может, его кто-то и найдет, и будет счастлив. Знаешь, Том, не так глубоко, ладно? Но оно же никому не приносило вреда. Да-да. Не приносило вреда. Иди-ка сюда. Иди сюда, иди. Давай притопчем мох. Из одной тюрьмы в другую. 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 Том посмотрит на нас со стороны. И подумают, что мы сумасшедшие. Я танцую на одном месте. Нет, не сошли с ума. Я тебе хочу сказать кое-что. Ты была права, Анна. Ты не моя, я не твой. И ты можешь делать, что захочешь, и я буду делать, что захочу. Никто из нас не будет вмешиваться в дела друг друга. Я действительно так говорила? Ну да, и ты была права. Жить вместе можно лишь доверяя друг другу. И здесь, на могиле этого блюда для сыра, я обещаю тебе никогда не говорить мое. А ты? Я... Я считаю, что нам не нужны вещи с бирками. Задохнуться можно. Тогда бежим! Куда? К морю! Дышать свежим воздухом! КОНЕЦ